Нет, на самом деле это очень хорошая вещь, ну, хотя, как мы видим, это все побочный эффект программы по импортозамещению. То есть, буквально меньше полгода назад в России закрылась последняя фабрика по производству пианино в Питере, она называлась как там «Блюз». И дальше Мацуев написал, что, мол, все, пианино в России каюк. И после этого в правительстве, видимо, как-то решили подумать о том, что надо импортозамещать. И четыре российских компании, по-видимому, четыре, получили вот этот госзаказ. Они сами пока ничего сделать не могут, но они могут собрать из комплектующих некой иностранной фирмы, которая тоже не называется пока. Вот. Почему это хорошо? Потому что, что из себя представляет сейчас образование музыкальной школы? Есть некие родители, которые не совсем понимают, куда они отдают своего ребенка, ну, там, в музыкальную школу. Особенно, если это какая-нибудь очень провинциальная, там, деревенская, да, музыкальная школа, если они там еще остались. Есть дети, которые, ну, вот они только родились, они не соображают особо сильно, вот, куда они попали. То есть, вот их приведи музыкально, что ты скажешь, вот, ты будешь здесь заниматься. Есть преподаватели, которые там получают совершенно копейки, неизвестно, что их там держат на этой работе. Есть музыкальные инструменты, это вот такие березки, где нижние клавиши, скорее всего, старшие товарищи сдали уже на металлолом. А наверху там стоят растения, которые поливаются, да, поливаются, там это все течет на диафрагму. Диафрагма лопается, там еще диафрагма стоит рядом с батареей, как правило. То есть, короче, звук получается совершенно неповторимый. У каждого инструмента свой, у каждой березки. Вот, там еще есть аккорд и так далее. И дальше, значит, вот этот ребенок, он приходит и начинает на этом играть. Ему говорят, слушай, это музыка, это прекрасно, ты сейчас будешь учиться прекрасно. И он, короче, вот это вот все делал, играет год-два, потом он говорит, мама, я не хочу больше играть. И дальше вот, типа, если родители нормальные, они говорят, ну ладно, вот теперь сходи там на роликах, коньках, катайся, например, в секцию, чтобы дома не сидеть, наркоманы не расти. Вот. А если родители не очень нормальные, они говорят, ну вот мы же тебе отдали, мы же уже проплатили два года, давай, значит, ты мучаешься еще пять. Вот. И потом вот вырастает человек со сломанной вообще психикой и всем остальным, ну на самом деле. Вот. И хорошо, если я был в нормальной музыкальной школе, у нас были более-менее нормальные инструменты, хотя тоже все это печально. И это был праздник, когда нас водили в кабинет, в зал, где стояли нормальные рояли. Потому что, когда ты играешь на нормальном инструменте, ты понимаешь, тебя это мотивирует. То есть даже если ты не умеешь играть на фортепиано, ты подходишь, там люди в торговых центрах подходят, они играют там на эти... Ну, цифровые, да, фортепиано, это все нормально. Кирилл, спасибо, что в конце уточни, потому что я уже напрашивал с вопроса. Ощущение было, что это ваша личная история, вот эта вот про диафрагму и вот это все прочее, цветочки. Будет ли как у Бирштейна? Будет ли у Бирштейна или нет? А вот надо будет посмотреть, что там у них получится. Получится ли у них Бирштейна. Что такое Бирштейн, кстати говоря, да? Они скажут, что пианин будет не хуже Бирштейна. Стоимость Бирштейна, это стоимость примерно вот такой начальной иномарки. Вот, и там, конечно, звук отличный. Я думаю, что Бирштейна не будет, но хорошо, если бы получалось Ямаха. Вот в Челябинской области несколько лет назад они умудрились как-то закупить практически во всей музыкальной школе все по мне у них там на Ямахе. И, кстати, в Челябинской области, насколько я знаю, очень хорошее музыкальное образование. Спасибо, Кирилл. В Челябинске все хорошо. А мы во Владимире. Ну, что же делать?